здравствуйте товарищи сегодня у нас очень важная встреча сегодня у нас момент истины а истина как мы знаем соответствие понятия объекту вот для выяснения того соответствует для наших слушателей понятия слушателей красного университета имея ввиду что они слушать должны не только для того чтобы слышать и уметь воспроизводить и эту самую истину выдавать они только воспринимать вот для этого мы сегодня и собрались и заранее можем сказать по тому что мы знаем по нашим занятиям и тех товарищей которые есть присутствует а также тех товарищей которые здесь непосредственно не присутствует но сейчас смотрит нас мы знаем что товарищи очень хорошо занимались хорошо готовились и мы не сомневаемся что сегодня основная масса наших оценок будет зачтено ну есть люди которые не дойдут до этого и так обычно или не допишут или не придут это те люди которые более серьезно относятся к занятиям они еще хотят годик поизучать у нас же смысл не такой как вот второгодник где-нибудь в школе или это значит люди еще хотят посидеть подумать еще раз написать и мы никаких препятствий этому конечно не ставим и ставить не будем всякие есть жизненные обстоятельства мы постарались сделать так чтобы это было не очень обременительно совместимо с другими вопросами нашей жизни но иногда бывает так что людям так сказать не уложиться поэтому чуть-чуть будет позже на год-два ничего страшного не будет важно что вот ряды тех людей которые изучают марксизм и которые могут ответить на те вопросы которые сегодня стоят объяснить и сказать что нужно делать ряды этих людей и борцов за дело коммунизма растут да истинное соответствие понятия предметов и предмета понять вот вам простой урок на эту тему урок из нашей вот сейчасшней практике зачет это что такое не выдавайте есть у вас понятие о зачете существует понятие у человека какой-то значит это зачет кстати это речь неправильная проверка наличия минимальных знаний о предмете так еще какие мнения суждения о матрика есть грамотные люди то а вы откуда знаете это а ну вот преподаватель причем вот моя практика преподавателя и декана факультета и зав кафедры она показывает что редкий преподаватель знает что такое зачет по понятию слушатели знает что зачет это то что они получат по итогу это неправильно а по итогу они получат что наверно вы намекаете на знание нет нет и знание не получит даже что они не получат а не оценку как называется оценка смотря какой зачет не на но нормальный простой зачет зачтено а не зачет они получат а короче зачет короче зачет зачтено зачет поэтому когда я объяснял когда-то на кафедре чтоб ставили правильно в зачетку грамотно не зачет а зачтено потому что зачтено это оценка а зачет это форма контроля учебы и сегодня вы присутствуете на таком на такой форме контроля но нам у человека но поставить да вот за это можно поставить теперь значит по существу что зачет он вроде бы государственная форма контроля да но главное здесь конечно особенно в нашем университете не форма контроля тем более государственного да а эта форма самоконтроля то есть вы подготовились чтобы проконтролировать себя вам создаются условия для того чтобы вы себя проконтролировали поняли ли вы это а по понять значит выразить в понятии несколько раз мы тут проговаривали на эту формулу да то есть можете ли вы воспроизвести в понятиях те знания которые вы получали и значит вы сосредоточиваетесь и воспроизводите это в понятиях значит и главное здесь конечно это вот контроль и самоконтроль дать себе отчет в том чему вы научились или не научились поэтому вот из этого мы исходим и я вам предлагаю и в своей дальнейшем еще бесходить из этого что это самоконтроль прежде всего а муштус как правило все-таки убедились в том что люди ходят и у нас довольно интенсивное такое преподавание и понятийное понятное поэтому как правило люди все-таки усваивают и если даже не с первого раза то со второго с третьего спасибо дорогие товарищи можно начать поскольку у нас будут выступать все кто сидит за столом и даже двое которые за столом не сидит с вас и начнем меня зовут дина зимина я студентка красного университета я собственно готовилась ко всем вопросам я не знаю на какой отвечать тот который лучше знаете предлагайте или хуже который если вы хотите чтобы точно за счет получит тот который лучше знаете если точно не получить кто-то в которых уже знаете мы про моменты становления мне показался очень коротким что сестра таланта как раз вам подойдет сестра до что в становлении есть два момента возникновение прихождение возникновение это переход не что бытие и по прекращение возникновение и прихождение простите а прихождение это переход бытия в ничто все а моменты что такое но это как бы говорить части нельзя и вместо этого моменты то есть части утру если говорить чего нельзя это мы отсюда не уйдем причем никогда потому что таких вещей которые нельзя говорить очень много все таки что такое моменты это искали что не является моментами нам понятно вот эта часть это не моменты и труп это не мы такие взаима встречные движения как бы становление встречные движения но проще тогда а что такой момент все время хочется сказать что это составная часть все время хочется сказать что составная часть но нет составная часть не годится вы сказали что это это движение движение противоположные движения Так противоположные движения просто одни по правой полосе едут, а другие по левой полосе, это противоположные движения. Это моменты на улице или нет? Или это противоположные движения в одном движении? А, это противоположные движения в одном движении, да? В одном движении. То есть, которые друг к другу проникают, которые, можно сказать, неразделимые, неотделимые. Ну а примеры можете вести вещества? Да и есть пример, товарищи. Примеры становятся. кто в жизни так было много моментов когда я про отрицание отрицание придумала например я уже при новом пар про а � 14 вы оп theo на он сидит и думает поставить зачет не подобная не поставить поставить это вопросе полочных моментов поставишь значит уже и получится что не поставишь не поставишь не получится что поставишь анюта вы приходите он никак не это такое сделать чтобы он остановился у меня тоже было так что мне студент один попробовал плагиат как бы прислал на случай не пробовать вот и так я до этого и мне лучше тоже не пробовать его присылать и не с одной стороны я обидно что у меня пытается обмануть его заставила переделать с другой стороны он переделал добросовестно и вот я очень долго колебалась какой оценка снижать ему оценку или не снижать попытку обмануть но я в итоге решила не снижать это было спокойно и беспокойно было единство очень беспокойно например приведен то есть в вашей душе тоже боролись противоположные движения несколько часов не уже вся семья на посадке моменты длился 6 часов в александр вечно поставить за счет за счет и за смелость уже можно поставить за счет первое давайте поставим да все-таки хочется убедить что остальные более уверенно знают что такое момент еще раз момент это то что не есть без другого он нету без другого скажем жены нет без мужа мужа не движены детей нет без родителей родителей нет без детей то есть вся жизнь она состоит из этих моментов любой предмет любое движение это момент семьи дети это момент семьи да причем это было ясно арестутили арестутили еще стоит семья из родителей детей из мужа и жены из хозяина и рабов рад это момент семьи нет у тебя родителей так что семей у нас сейчас нет так слово предоставляется следующему оратору пожалуйста ваттазин кирилл александрович понятие коммунистического движения коммунистическое движение это такое рабочее движение которое поднялось до понимание роли рабочего класса в обществе и стоит своей целью установление диктатуру пролетариата и все до установить это но слава установили силу диктатуру буржуазии ну и понятно сломать из которого роде и установить это на этом успокоить дальнейшее движение к коммунизму только до коммунизма дошли той как социализм построили на го становились уже полный камер мне срою нет помнистрая строим масштаба для полного уничтожения классов а и так уже они уничтожены если брать в целом 1 под бескласса общество социализма классов в основном нет основном они уничтожены вам в основном достаточно все так у нас получил стране. Вроде достаточно, успокоились, а тут вот поехала все назад. Противоположность появилась. Что нужно для полного уничтожения классов? Частность собственность уничтожили при построении социализма. А для полного уничтожения классов? Вы эту работу Ленина в Великой Почин считали? Нет. Не считали. Что будем делать? Не знаю. У нас борются противоположные моменты в душе. Спросить что-нибудь еще? Вот вы тебя и спросите. Но надо допросить тогда товарища. Допросить. Мы спрашиваете? Дополнительно спросить. А главная цель коммунистического движения это? Постояние коммунизма. А в коммунизме? Всестороннее развенчание. Каждого члена общества? Ну, можно сказать, что каждого, да. Можно сказать, что всех. Да, это лучше. А общество само, тем более диктатура прикрета, это только ступень и средства для того, чтобы было развитие человека всех членов. Но можно, можно поставить за счет. Прорисев Арсений Агадьевич. Так. Так, хотел бы ответить на вопрос, в чем интересы рабочего класса. Прежде чем отвечать на этот вопрос, стоит упомянуть о том, что надо разделять определение интересов в психологии и в экономике. В психологии интересы отвечают на вопрос интерес к чему, а в экономике интерес в чем. И прежде чем само определение интересов рабочего класса давать, надо сказать, что классы – это большие группы людей, занимающие определенное положение в системе производства, а рабочий класс – это люди, которые не имеют в собственности средств производства и непосредственным результатом труда которых является материальный продукт, материальное благо. То есть, при социализме рабочих нет? они не имеют по вашему не имеет собственность а у нас рабочие имеют собственность при социализме они что не имеют собственности так можно сказать про рабочих социалистическом обществе за что уже ворулись тогда чтобы собственность развращает получается что до социализма рабочие имеют собственность и прибавочная стоимость разделяется по общественности. Прибыль распределяется по общественно полезным фондам. Где? При социализме. А прибыль есть при социализме. Это кто такой внес науку? Так. Откуда взялась прибыль? Прибыль это что такое? Форма, проявление прибавочной стоимости в товарном капиталитическом хозяйстве. Или я неправильно понял? Да, правильно. А как вы сюда донесли прибыль? Товарищ занес. Получается, что у меня здесь некоторые путаницы бывают. Насчет прибыль. Вот и хотел бы я ответить до конца про интересы рабочего класса и интересы. А вы себе усложнили задачи. Например, вот есть, когда вы ставите вопрос, что такое экономический интерес? Сначала надо ответить на этот вопрос и сюда вопрос о классах не тащить. Что такое экономический интерес? Можно говорить о класса, отдельного работника, любого человека. Можно же говорить? Да. Ну так надо упрощать. А вы, так сказать, сразу собрали все вместе, а все вместе трудно поднять. Так, интересно. Экономический интерес это такая характеристика положения людей в системе производства, которая показывает, какие меры и действия улучшают или ухудшают это положение. И в какой мере. И в какой мере. Ну, вот видите, уже на засчет уже вы натянули. Потому что, что такое засчет? Это есть, это есть, а чего-то нет. А если ничего нет, такое большое взяли и никак его не охватить и ни за что не захватить и никак его не выдать. Так, интересы? Правильно. Ну вот, а теперь берем класс и интересы рабочего класса в чем состоят? В том, чтобы остаться рабочим классом? Интересы рабочего класса состоят в том, чтобы установить диктуру пролетариата, в том, чтобы, соответственно, в нынешнем обществе повышать свою зарплату, снижать рабочие деньги. Ну, это понятно. Давайте это дальше надеются. Затем, интерес рабочего класса в том, чтобы идеология марксизма распространялась на максимально больше. Это вы сейчас все шире постраняете. Дальше это вот так. Диктатура пролетариата такая останется, что ли, навечно? Или она отомрет? Диктатура пролетариата отомрет. Она отомрет, потому что не нужна или потому что кто-то ее выбросит? Потому что не нужна. А когда она будет не нужна? Когда наступит бесклассовое общество? Бесклассовое общество наступит гораздо раньше. Бесклассовое общество у нас в СССР наступило в 1936 году, потому что коммунизм в первой фазе — это что такое? Социализм. Бесклассовое общество в первой фазе, но полностью классы еще не уничтожены. А в основном уничтожено. Поэтому раз в основном уничтожено, приходится говорить, что это в обществе без классов. Потому что если мы скажем, что классовый, тогда уже антигоистический класс решающий. А здесь никак. Поэтому как-то не получается. Все-таки что нужно? Вы работу в Великой Бочин не читали? Читал, но до конца не дочитал. Слишком большая работа. Да, там короткая, но у меня почему-то... Я прервался. Сложная. Она на самом деле сложная. Например, что про социализм там у Ленина написано? Социализм это что? Социализм это диктатура пролетариата? Нет. Там написано, что социализм есть уничтожение классов. Социализм есть уничтожение классов. Значит, если социализм это уничтожение классов, то как соотносятся деление на классы и социализм? Если бы мы сказали, что социализм классовое общество. Это одна форма высказывания. А у Ленина противоположная форма высказывания. Социализм есть уничтожение классов. Прямо противоположная форма. То есть социализм и классы поставлены как две противоположности. Либо социализм уничтожен полностью классы, либо деление на классы снова разойдется и уничтожен социализм. Если некоторые товарищи не читают Великий Патин, так это все время под угрозой существования социалистического общества. Вы сейчас можете сказать, что сейчас не под угрозой. Сейчас не под угрозой. А было под угрозой. По той же самой причине. Почему бы и не прочитать Великой Патин? Люди даже жертвовали жизни своей за революцию, гражданскую войну. Так с шашками рубились. А тут не могут прочитать Великой Патин. Как это объяснить? Это можно объяснить тем, что это наступит в скором времени чтения Великой Патин. Надо ставить за счет. За все, кто знает, как ставить за счет. Нет, остался не выяснил вопрос. Все-таки рабочий класс, собственность имеет или не имеет. Но уже половина экземинаторов уже на вашей стороне. Как-то он повис так. Не то имеет, не то уничтожена вся собственность. Это борются противоположности. Моменты в душе. Рабочий класс и может иметь собственность, и может не иметь. При социализме может не иметь. А если при социализме, то тогда он имеет. А вы про кто говорите? А если про нынешнее время, то не все. Ну понятно. Так, ладно, чувствую, не до конца ясен этот вопрос остался. А не ясен он по простой причине. Чувствую, что вам до конца не добить человека. Добьем человека. Значит, что общественную собственность теперь, он добился общественную. Частную собственность уничтожена. А возникла общественная собственность, которая и руководит, и управляет, и пользуется рабочим образом. В том числе и рабочий класс. Ну и всем подпорку для таких вопросов. Значит, вот становление. Вот оно бытие. Вот оно ничто. Они переходят друг к другу. Пока есть различия, есть становление. Кончилось различие, они перешли друг к другу. Кончилось и становление. Так и социализм, здесь уничтожение классов. Вот вам социализм. Вот вам классы. Значит, классы уничтожаются. Пока они есть тут еще в какой-то мере, осталось, значит, осталось и социализм. Когда они полностью уничтожены и их отпечатки, тогда будет коммунитет. Вот и все. Полный коммунитет. Вот и все. Ничего тут хитрого нет. А сейчас, а за счет уже сейчас будет. А за счет можно уже поставить еще. За счет ног от нас хотели ехать. За счет ног. Спасибо. Так. Ну, так идет способность волна. Антон, товарищ, скрывайся. Следующий вывод. А вы в разливе сейчас скрываетесь. Алексеев Вадим Алексеевич. И хотел бы ответить на вопрос номер семь. Рабочая сила, стоимость рабочей силы и заработная плата. Это один вопрос или три? Это один вопрос. Отмечают три понятия. Рабочая сила, это способность человека к труду. На стадии капиталистической, экономической, общественно-экономической формации рабочая сила превращается в товар. Соответственно, имеет стоимость. Стоимость потребительную, это ее способность производить прибавочную стоимость. И стоимость. А вот зачем говорить, что стоимость потребительная в том, чтобы производить прибавочную? Стоимость у нее производить? Потребительная стоимость в том, чтобы производить стоимость. Да, стоимость. В том числе больше, чем стоит сама рабочая сила. А стоимость самой рабочей силы включает в себя все те средства, которые необходимы рабочему для нормального существования и воспроизведения своей рабочей силы? Стоимость средств не включает. Стоимость включает стоимость этих средств. Стоимость, да. Теперь заработная плата. Заработная плата – это та стоимость, которую платит капиталист рабочему за его труд. Это неправильно, конечно. Заработная плата – это не стоимость, это рабочая сила. А зачем вы нас хотите сбить? Вы кого? Нас хотите сбить или травм-трудящих? Я сам, видимо, сбился. Или себя хотите. При изучении вопроса этого. Понятно. Заработная плата. Заработная плата. Ну, да. Тогда, получается, это цена, которая выплачивает рабочие. И стремитель, который себя делает. Эта цена, как правило, ниже стоимости рабочей силы и колеблется в зависимости от борьбы рабочих. Кто такое правило восстановил? Как правило? Ну, это видно из опыта из практики. Это разве правило, если видно? Если есть убийца, это правило, что ли? Убийца – это точно есть в нашем обществе? Это правило? Ну, неправильно. Ну, неправильно. Неправильно у нас, это действительные люди? Неправильно, неправильно. Просто рабочие могут повысить свою заработную плату, причем борьбы, и приближение заработной платы к стоимости рабочей силы. А самое лучшее, чтобы так повысить, чтобы не оставалось свои бабочные стоимости. Поэтому это и будет уже революция. Так, ну что, защитено? Да. Защитено. Так, вот товарищ. Черепанов Дмитрий Андреевич. Черепанов? Да. Черепанов Дмитрий Андреевич. А, пожалуйста, на конвей. Буду отвечать на вопрос номер 15, что такое политика. Начать на вопрос определения. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. И из этого определения вытекает ряд моментов. Во-первых, это классовая борьба. То есть, когда классов нет, нет и политики. Иными словами, наши предки, когда бегали за мамонтами с копьями, политикой не занимались. И наши потомки политикой заниматься тоже не будут. Там в парламенте все дотрогнули, как вам было сказали. И зарплата у них не будет 400 тысяч. Страшное дело. Напугал. И придется работать. Да. Во-вторых, за что именно идет процесс политики, то есть за завоевание государственной власти, каким-либо из классов. В случае эпохи перехода от капитализма к коммунизму, это два антикоммунистических класса, а именно пролетариат и буржуазия. Следовательно, один из этих классов занят тем, чтобы власть завоевать, а другой класс тем, чтобы ее удержать и осуществлять. В нашем случае буржуазия занимается вторым и пролетариат первым. И для этого нужно иметь в виду, что политика детерминирована экономикой. То есть экономика в этом случае первична, а политика выступает как надстройка. Политика, а надстройка? Да. Так я стал. Надстройка – это всякие учреждения политические, юридические, государства надстройкой. А вот то, что политика детерминирована экономикой, это надо… А как она детерминирована экономикой? Как узнать, какая будет политика у рабочего класса? Какой экономикой это детерминировано? Какой экономикой? Капиталистической? В том числе. В том числе. Ну а как конкретно? Почему у одних капиталистическая экономика у одних детерминирует стремление к увеличению прибавочной собственности, а у других стремление повысить свою зарплату? Ну, классовыми интересами, экономическими интересами. То есть… Только экономический интерес. А что такое экономический интерес? Характеристика чего? Вот характеристика. Вот если я хочу узнать ваши экономические интересы, я что должен узнать? Что вы думаете? Или я должен знать ваше место? Это силы и необходимости для воспроизведения человека у или иного класса. При чем тут воспроизведение? Я должен знать, что вам выгодно и все. Благодаря силу того положения, которым вы занимаетесь в экономике. Сейчас узнаю, какое у вас положение в экономике. И вас не спрашиваю, я скажу, в чем ваши интересы. Да? Значит, это объективная характеристика? Какие-то интересы, которые люди дают. А иначе вы отрываетесь от определения интересов, говорите, что вообще экономика, она каким-то образом определяет интересы. Не вообще, а экономическое положение людей в системе производственных отношений определяет их экономический интерес. Считать, что я правильно говорил. Вам можно поставить здесь. Я думаю, что не можно сюда сесть, но мне можно поставить. Можно поставить. Хорошо, можно поставить. Так, товарищ Серепанов, да, выступил? Он у нас уже стоит. Мы сел лучше работаем. Так. Кто там у нас следующий? Вы не будете отвечать? Нет. Вы тоже не будете? Так, Серепан Севальцев тоже уклоняется. Пожалуйста. Да, да. Я еще. У нас вот против не будешь выступать, потому что по Солнцу все идет. Как-то объективно будет. Сегалов Реонид Моисеевич. Пожалуйста. Ну, у меня диалектический метод. Значит, начну с определения. Диалектический метод – это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Можно оставить за счет вообще. А вот. Надо раскрыть. Понимаете, Лера? Да. Это он изучил, а помять не понял. Значит, это всеобщий метод для познания движущейся материи. Вот. Хотя, вот метод, он неотделим от содержания. То есть, в каждой науке, ну, каждая наука изучает там особое содержание. Для каждого особого содержания есть особый метод. Вот. И вот содержание – это, ну, поскольку материя постоянно изменяется, движется, приобретает новые формы, вот. То есть, содержание имеет внутреннего, значит, самодвижения. А самодвижение, да. И вот источником… Чем выражается самодвижение – в форме или в чем-то другом, более глубоком? Ну, источником самодвижения является внутренняя противоречие. Ну, правильно, да. Ну, вот. Ну, правильно, источником самодвижения является внутренним противоречиям. А они уже проявляют себя и в задержании, и в форме, и так далее. Ну, то есть, ну, вот такой пример… А, ну, как бы, все находится в развитии. А развитие… Все находится… Ну, в материи. А что, нельзя сказать, что все находится в деградации? Ну, можно и так, два момента противоположных могут перстанцировать. Ну, все-таки тогда… В изменении, скажем так. Так что у нас тогда, где мы находимся, у нас движение как? Деградация? Можно так, а может нет. Вам что-то, смотря, что нужно, и даже сюда. И преподавателю. Да-да-да, а вам что надо? Он продаем или покупает. А в развитии нет противоположных тенденций? В самом развитии? Есть. Да? Есть? Вот в развитии социализма есть противоположные тенденции? Ну, во всем есть два противоположных. Ну, назовите, какие противоположные тенденции есть в развитии социализма. Вот когда берем социализм, вот он существует, он развивается, да? В развитии. Одна тенденция какая? Ну, одна тенденция идет… При социализме уже частной собственности нет, но тем не менее следы капитализма остаются. Тенденция к чему идет? Вы хотели сказать, куда идет, а начинаете рассказывать в общую картину. Тенденции какие? Одна тенденция к чему идет, и другая к чему ведет. Давайте с позитивной, и вы сразу с негативной начальницей. Спрашиваем о социализме, и вы начинаете рассказывать, что у нас есть негативная тенденция. Да мы не спорим, но какую-то позитивную сначала назовите. В целом у нас определенность. Уничтожение классов. Да, хорошо. А противоположная тенденция? А противоположная тенденция, что возникают такие движения внутренние, когда противоположные. То есть вот какая-то часть общества хочет... Хочет – это другое дело. В чем смысл движения противоположного? Движение противоположное – уничтожение классов. Как называется? Контрреволюция. Прямо сразу контрреволюция? А уже тут еще революция уже давно была. Сначала еще не контрреволюция. Можно при социализме долго отступать. Ну да. Даже не будет контрреволюция. Вот это противоположная тенденция. Это возникновение классов. Внутреннистических. А вообще, как бы получается... Классы еще не полностью уничтожены. Значит, если возникновение... Здесь позитивная тенденция, то есть прихождение этих классов. С при социализме. И в конце концов, они полностью превращают... Сами люди будут на это смотреть, так сидеть, смотреть, радоваться. Что полностью социализм и окончательно победил. И когда они проснутся утром, выяснилось, что они уже не при социализме. Так? Ну нет. Как нет, так и получилось. Как бы в общественном сознании присутствовало... Ну заявили бы, заявил первый секретарь на съезде, в 22-м, Хрущев. Что социализм появился полностью окончательно. Вот вы бы ему поставили зачет суд? Но нет. То есть после победы... То есть революции. Нет, это не после победы революции. Не надо так далеко остатываться. Давайте вот после победы... Вот социалистическое общество. Оно борется постоянно за уничтожение классов. Да. То есть борьба идет... Почему вы думаете, что борется? Наоборот, мы видим пример, как общество, в общем-то, и не воровок. Ну перестало бороться и сразу деградировало. Вот это другой разговор. Ну можно поставить зачет. Или не стоит? У вас какое противоположение? Есть небольшие сомнения. Сомнения есть у профессора Акаденова. Попробуйте. Значит, он там говорит, что содержание предмета, движение содержания предмета. А что за предмет имеется в виду у Гегеля? Гегель вам знаком? Да. Ну, не знаком. О каком предмете у него идет речь? Вот в этом определении. Да. Вовно урос на засынику. Ну да. Самого Гегеля не дошел, наверное, еще. До чего? Не дошел до самого Гегеля, до науки лови. Почему нет? Дошел, но не открыл. Открыл, но не прочитал. Прочитал, но не все. Тут много вариантов. У Гегеля идет речь о логике. А этим предметом у него там выступает логика. А мы почему используем это для любого предмета? То есть, когда вы говорите предмет, это любой предмет, да? Почему? Ну, потому что любой предмет, он находится в изменениях. Потому что этот предмет логический, он всеобщий. И эти категории логические, они и до самого всего движения, и метод применим к любому предмету. Поставим, поставим с вами за счет, профессор Рокозенова. Нет, ну ему можно, конечно, сложный предмет, сложные материи, и он так будет не полностью разбирать. То есть, товарищ, когда он отказался в вашем положении, и сразу он принял решение. Я понял, что ему надо немножко дожать этот вопрос. Немножко прояснить. Ну, это до экзамена еще надо дожать. Еще экзамен будет весной же. За счет, как бы, показателей того, что мы на правильном пути. Но и все еще вычищено. Я все так не взял. Правда? Есть место для работы, развития. Нельзя сказать, что уже знания в вашей голове победили полностью. Оно, окончательно. Оно, и становление. За счет, не окончено. Так, вот, товарищи, вы сели на такое место, с которого все время вызывали. Сюда, да. Случайно, когда люди заходят, и это так, вот, ловут. И вам гораздо труднее выучить, чем остальным. Там какое место, первое? Что? Гепару, где вам? Гепару? Я. Гепару. Да, я принял. А его чувство есть у вас? Альберт Ильич. О, спасибо. Вопрос у меня, я взял, проблема становления партии рабочего класса современной России. Так, хорошо. И первое, с чего я хотел бы начать, это с определения. Что такое партия? Давайте. Коммунистическая партия. Отлично. Партия, это авангард класса, борющаяся за осуществление государственной власти. Думаю, с этим все согласны. А если короче авангард класса недостаточно, ради? Определение, требование к определению, а чем длиннее, тем лучше, или чем короче, тем лучше? Чем короче. Если авангард класс, он может не бороться за... Не, не согласен. Не согласен? Это определение для пролетарской партии. Почему только для пролетарской? Потому что... И буржуазная партия авангард класса. Буржуазные. Не говоря, не авангард, во-первых. Почему не авангард? Во-вторых, даже есть, называются коммунистические партии у нас, скажут, КПСС. Не канарь, а юргард какой-то такой. Так это другое? Горочитый. Так она другого класса сейчас, КПСС? Она предала, она предала, стала авангардом буржуазного класса. Да, КПСС авангард буржуазного класса. Авангард что должен делать? В чем задача авангарда? Давайте будем разбираться. Да, вот. Если это авангард, так что он должен делать? Сидеть и говорить, я авангард. Конечно, возглавлять. Ну, возглавлять. Вот как раз то, что я и сказал. Сидеть и возглавлять. Мы точно здесь авангард одна. Быть, нас три, и борьбы впереди. Так сказать, быть, нас три, и борьбы впереди. Ну, мы как бы, нас три, иди впереди. Хорошо. В первых рядах. В первых рядах. Как-то это вот, как-то... Авангардисты. Авангард? Как-то это не universo. Авангардисты не развивается что-то глубокое. Быть, нас три, и впереди. Но авангард что должен делать? Он что-то делать должен? Или быть, сидеть, возглавлять. видеть. Это как Алиамуровис, да? Смотрит там, нет ли кого? Двигать вперед. Двигать кого? Всю массу трудящихся. Масса что, дубинками что ли? Нет, конечно. А как? А как тогда он может двигать всю массу класса? Класс двигать? Не класс целиком. Как не класс, если авангард класс, а что он должен двигать? Почему это не класс целиком? Если вы авангард класса, так отвечайте за класс. Правильно я понимаю или неправильно? Если мы рассматриваем пролетариат в широком смысле слова. Мы не пролетариат рассматриваем, мы класс рассматриваем, не надо приписывать. Мы рассматриваем класс. Вы сказали, партия это авангард класса. Вам сразу выставил претензии Александр Сергеевич, тут и я подключился сразу. Хорошо, я выставил претензии, Александр Сергеевич подключился, вам от этого не легче. Короче, что должен делать авангард? Вот вы бы были авангардом, что бы вы делали? Класса? Ну, развивал бы. Чего бы развивали? Все направления деятельности, теоретические, практические. Вот. И сидит там авангард, развивает все направления деятельности. Торговлю, стал этих птиц, уток разводить. Все направления деятельности. Цифровизацию. Цифровизацию и всякую прочую. Действие нужные они? Нужные и ненужные. Но если он авангард, он все может делать. Как-то неубедительно. Вообще, авангард, он должен исходить из того, что у него в голове или из чего-то более глубокого? Из коренных интересов класса. Значит, он эти коренные интересы классов, у него прямо они у него в голове или нужно их познать? Ну, познать. Так, первая задача есть. Познать интересы класса. Так, объективные. Так, объективные экономические интересы этого класса, которые он хочет куда-то направлять. Он не куда-то должен направлять. А туда, куда направлять, он должен в соответствии с интересами этого класса. Тогда он авангард класса, а не сбивает его с толку. Раз. Второе. А рабочий класс или класс знает это? Эти свои интересы? Когда, как, в основном нет. Так, авангард, вы что будете делать-то? Вот вы уже познали интересы этого. Передавайте эти знания рабочему классу организовать. Не рабочему, любому. У вас буржуазная партия. Я чувствую буржуазную лад больше. Значит, будете вносить сознание этих интересов в класс? Будете? Будем. Будем. Два. Эй, тресе. Все на этом? Как бы университет. Университет. И на этом точно. Ну, вот и вы, наверное, имеете в виду истину конкретного, соответствую понятия объекта, а теперь нужно в соответствии привести объекты в понятие. Ну, так что надо делать? Строить коммунистическое общество, допустим. Это вы от классов-то не отрываетесь, от интересов класса. Что дальше вы должны делать? Вот все. Вы внесли сознание этих интересов в класс. Сами познали в класс, внесли сознание. Дальше все должны делать? Организовывать классы и бороться вместе с ним. Организовывать классовую борьбу этого класса. За что? За эту самую конечную цель, которая вытекает из его интересов. Нам можете поставить зачет на своем. Я свою половину ему отдаю. Нам нужно не побольше, а получше. Спасибо. Да, поконкретнее, поточнее. Александр Сергеевич вам уже подписал. Он вообще на вашей стороне с самого начала стоял. Моя подпись, она может подтвердить и не зачет, не зачтену. Поставлено не зачтену, а подпись уже стоит. Это беспринципность, Александр Сергеевич. Незапутины. Пожалуйста. Но есть люди, которые с принципами отсутствуют и все раскроются. Диденков Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич Диденков. Диденков. Пожалуйста. Это форма классовой борьбы. Вот это. Форма классовой борьбы. Основные – это экономическая, политическая, идеологическая и теоретическая. Значит, они сами по себе… А можно теоретическую поставить и теоретическую? Или лучше рассматривать как момент идеологической борьбы? Нет, нет, нет. Они друг без друга, все вот эти формы борьбы существовать не могут. Они, если ставить во главу, допустим, политическую форму борьбы и воспринимать ее, к примеру… Сейчас пытаются воспринимать… Почему это не могут? Вот нашему товарищу позвонил кто-то из Москвы и говорит, надо срочно, так сказать, всероссийскую стачку. Фамилии не назвали. Кто-то звонил? Какая-то женщина позвонила. Сталинский президент. И она выращалась. Надо было соглашаться. Почти согласились, товарищ Кузьмин сразу воскликнулся и говорит, я такая сумасшедшая, мы ее знаем, она каждый год звонит. Нет. Она ходит по четвертому. Никому что она лекция. В общем, я хочу, например, показать, для того, чтобы бороться за экономические интересы… Для бороться за экономические интересы может быть вообще логической борьбой? Борить и вот это и все. Мне кажется, для того чтобы бороться за экономические интересы нужно серьезную теоретическую борьбу провести. Ну, вы скажите-экономическая борьба поднималась тогда, когда теоретически были не выражены до интересы. психийная экономическая борьба не было там за повышение зарплаты и что пока маркс энгелес не разработали свою теорию борьбы не было класса не конечно же такие таких такая борьба была но она ее движение было разновертом а так это другое дело значит для того чтобы экономическая борьба была не стихи и осознательной и соответственно эффективной данная должна иметь теоретическую крепкую основу а эту теоретическую крепкую основу нужно через идеологическую форму борьбы донести до широких слоев мазать того чтобы воспринимали это как свою собственную это вот очень хорошо то вот мне не нравится что вы теоретическую из идеологии выбрасывать а может быть это как раз теоретическая борьба она ядро этой логической борьбы или не так как вы хотели взять яйцо из него то цвети ту самую же желток туда а вы вот это у нас это не а я же говорю о том что это все формы борьбы они выступают как единое целое когда это в какой-то определенное время а у вас получилась идеологическая и теоретическая как а рядоположенная к скалу и нельзя брать рядоположенными а вот надо брать так как вы сейчас сказали в единстве виден цвета это правильность хотят простейшие формы борьбы могут идти вот экономическая борьба и без идеологической и без теоретической прямо пока я книжку не прочитаю я не могу потребоваться зарплату непонятно то вы еще не досчитали маркса вам скажет работодатель вы дочитайте а ему первый том вы только первый том прочитали о осознание есть конечно для этого сознания это может это экономическое сознание по существу так отсюда экономизм как свести всю борьбу вот к этому стихийному движению вот боритесь постоянно и капиталин будет постоянно и вы все время будете бороться и все время будут вас эксплуатировать а вы боритесь а мы будем бороться в партии в госдуме сидеть а мы будем капитал собирать вот так товарищ считаю что вы не можете собрать капитал может только растратить его так спасибо защищен если б я мог собрать я позже собрал да пора уже собрать шухаев александр валерий я тоже готовил форму класса борьбы но у вас другая концепция да да вероятно но я как бы не знаю больше с коллективом связан со своим поэтому немножко требует практики и начали коллективом теоретиков ближе или конец коллективом практиков от меня требуют забастовывать но я пока не готов а то есть вы вы сами проведете забастовки нет а те кто требует их не хотят нет ни поэтому я не говорю что они готовы я не готов значит а что такой забастовка можете сказать по стопка а то вдруг вы видите что я не готов вдруг вы готовы вот и в том-то и дело что не готов потому что могу то есть не можете сказать что Ну, то что я понимаю, могу сказать. Ну, только вы же грамотный теперь человек. Можете сформулировать, да? Да, правильно. Значит, если выражать своими словами, то забастовка – это выражение интересов класса. Значит, ну, наверное, пролетарского, пролетариата. Значит, в форме, скажем так, проявленных, скажем, требований, ну, каких-то конкретных требований, которые проявляются, уже конкретных проявлений, да? То есть можно там как-то пассивно влиять на экономический интерес эксплуататора. Ну, это вот он пытается свое представление нам рассказать о забастовке. А понятия тут, собственно говоря, нет. Понятия сейчас Мега Васильевича скажет. Я не добрался до этого, потому что… Мега Васильевич знает хорошее определение законства. Да я знаю то, что написано в Трудовом кодексе. Это временные. А. Временная приостановка работы? Приостановка работы. Нет, не приостановка, а остановка. Полная и частичная остановка работы для достижения заявленных требований. Но я думаю, что Трудовой кодекс все-таки имел культуре. Но он очень хорошее дал определение. Так оно и есть. Вот как раз некоторые люди, не считающие Трудовой кодекс, говорят о полной остановке. Совсем не обязательно полной остановки. Важно показать, кто хозяин. Дело не в остановке, а дело, да, в том, что начинает рабочий сами организовывать процесс производства. И определять, работает он или не работает. Сколько будет работать. Кто будет охранять эту забастовку. Какой будет порядок там обслуживания. Это вы уже теорию забастовки. Это я уже поясняю, да. Нет, не поясняйте, вы уже развиваете теорию забастовки. А я дал только определение. Определение. И взял его из кодексов. Если бы к этому сводилось, само слово, баста, это конец. Нет, баста, это не конец, а конец работе. Конец работе, да. Хватит работать просто так на дядю, баста. А этого мало, такого определения мало. А вы выдвинули требования, а то, что надо остановить работу для достижения требования, как бы у вас пропало. То есть вы момент один взяли, а другой момент случились. А если вы просто требования выдвинули, ну и ходите с этим требованием. Никто их у вас удовлетворять не будет. Начнут удовлетворять тогда, когда, а, либо вы сделаете забастовку, либо вы уже сделали забастовку раньше, и не хотят второй раз проходить по той же дорожке работодатель. Потому что он уже один раз научился, и теперь он под угрозой забастовки может пойти на удовлетворение ваших требований. Так, ну вернемся назад. Да, вернемся к тому, что формы классовой борьбы. Значит, первые формы классовой борьбы по Марксу и по Ингрессу это экономическая борьба, которая выражается за интересы рабочего класса в данном случае. И, значит, это улучшение условий работы труда, повышение заработной платы. Эта форма, она понятна работающим, потому что... Хорошо, без подробности, следующая форма. Да, следующая форма – это идеологическая. То есть на этом этапе, на предыдущем этапе возможно возникновение профсоюзов, еще каких-то там, скажем так, рабочих органов, которые... Которые нуждаются... Давайте про идеологического. Хорошо, я понял, да. Ну, я понимаю. Ну, то есть, да, идеологическая, она, ну, как сказать, это какие-то знания, которые необходимы для того, чтобы наиболее полно, что ли, как бы, организовать это. Вы сейчас ведете идеологическую борьбу или готовитесь к идеологической борьбе? Я веду. А где вы ведете? Ну, по крайней мере, в том-то, в тех, в тех, среди тех людей, с которыми я... Понятно. А для этого вы готовитесь, в том числе в Красном университете. И читаете кое-что. Понятно. А еще какую борьбу вы знаете? И, значит, политическая борьба – это когда уже необходимо удержать, захватить и удержать власть. Захватить власть. Захватить власть. А какую можно захватить власть? Которая есть, правда? Которая есть, да. Вот те люди, которые хотят захватить власть, которая есть, это кто такие? Гарририсы. Потому что вот есть буржуазная власть, другой власти нет. Они хотят ее захватить и слабко жить. И я хочу сказать, вот я проверил много уже работ, из разных краев нашей страны, пишут товарищи, захватить власть. Так вы хотите захватить власть? А разве вот у нас захватывали власть или свою создали? Да, создание, конечно. Так это же другое дело, совсем. А вы хотели захватить? Захватить. Захватить буржуазную власть. Ну, не захватить буржуазную власть. Там уже люди хотели прийти, нас разогнать. Вот сидит тут, пропагандирует захват власти. Под запись. Ну, мы это раскритиковали. Создавайте власть. Вам кто-нибудь мешает создавать власть? Ну, так и скажем, кто вам мешает? Вы ничего не делаете. Я бы так не сказал. А я бы так не сказал. Запасовку не делаете. Еще у вас не четкие формулировки насчет запасовки. А как вы думаете? Это мы-то со стороны говорим. А люди ждут, когда вы им точное указание дадите. Да, совершенно верно. Организуйте. У вас не четкое у Михаила Васильевича буржуазное. Да, у вас правильно. У одного человека. Вообще. Другие молчат, не вмешиваются. Неизвестно, чем дело закончится. Так что, нам далеко еще. Но, на самом деле, все будут точные указания. За счет можно поставить? За счет можно, учитывая, что он практик начинающий. Можно поставить за счет. Ну, двигайся в сторону теории. Благодарю. Так, у нас еще два человека. Шстаков, Побесбах, Юрьевич. Я посещал не все лекции, не смотрел не все ролики. Поэтому, все, что я усвоил, это шестичасовой рабочий день. Это единственное. Я бы на вашем месте, учитывая свой опыт, искал бы, и из всего того, что я усвоил, зачем говорить, что я мало усвоил? Вы за счет зовете. Лучше всего я, больше всего, усвоил вот эту проблему. Лучше всего я усвоил про шестичасовой рабочий день. Но это опасная дорога. Потому что, если вот тут вы провалитесь, то тогда все остальное что-то пропало. Потому что это лучшее из того, что вы можете дать. Так что на вас большая ответственность, которую вы на себя взяли. Давайте, излагайте. Шестичасовой рабочий день – это задача... Задача класса... Не нравится товарищу Медведеву. Шестичасовой рабочий день – это задача, цель пролетариата с помощью классовой борьбы добиться шестичасового рабочего дня для того, чтобы сократить вот эту основную часть рабочего дня. Рабочий класс здорово борется за это или не особенно? Никто вообще не взбивает, он собьется. Так он сильно не собьется без меня. Нет. А вот можешь сказать, что значительное число рабочих делает прямо противоположное к тому, что... Они остаются ущеровать, выходят все урочно. И к чему это идет? В прибыли капиталиста и к убыли здоровья рабочих. К убыли здоровья рабочих, более того. А это, скажем, если два человека, которые работали по 8 часов, стали работать по 12. Это все преждевременный выход из строя человеческого... Нет, это не их выход из строя. Они, значит, два по четыре – это 8 часов еще. Значит, еще одного человека они уволили, третьего. Вот эти два человека уволили третьего. То есть они ведут классную борьбу с кем? В интересах буржуазии со своими товарищами, со своим классом. Вы хотите сорвать завершение? Нет, я считаю, что человеку можно поставить за счет, чтобы не сорвать. Поставим за счет. Хорошо, спасибо. Ну и последнее, товарищи. Осталась у вас минута. Но это не значит, что мы вам не даем еще две. Согласно обвинялись, потому что мы закрываем росты. Ковальчук Владимир Валентинович. Ковальчук. Ковальчук. Который пускают в дело при капиталистическом производстве. Рабочая сила становится товаром. Тихо-тихо-тихо. Какое дело у вас? С топорами ходите? Ножами? Ну, как вот вы рассказали, вы из какой компании? Из коммунистической. Да не знаю, не знаю. Смотрите, рассказывает, что это совокупность физических и духовных потенций, которые они пускают в дело. Ударили по голове из кармана кошелек, вытащили и пошли. Как вы так предложили? Честно признались? Присвоение материальных благ. Ну, это как раз присвоение, да, а вот в кошелек забрать это. Не дали человека, когда говорят, пускай делают каждый, всякий раз. Когда? Так при присвоении или при производстве? Нет, при производстве. Ну, слава богу. А это можно купить кого-то хотите? Ну, понятно. Ну, это большая разница, правда? Ну, есть разница. Пускаем в дело. Так, хорошо. Ну, там идет присвоение предметов природы. В рамках определенной формы, что и посредством ее. Да, посредством ее, да. Значит, поскольку рабочая сила стала товаром при капитализме, и любой товар имеет стоимость, ну, и рабочая сила имеет стоимость, и стоимость рабочая сила, это необходимые затраты на средства существования рабочего. Ну, и заработная плата, это денежное выражение стоимости рабочей силы. Ну, знаете. Ну, надо зачет ставить, ничего не поделать, да. Спасибо. Хорошо. Так, товарищи, значит, на этом зачет для слушателей первого отделения, почников, тех, кто для лиградцев, на этом не совершается. Значит, сейчас будет перерыв. После перерыва мы будем рассказывать, как, кто, значит, что написал, из всех наших коллег, по всей великой, так сказать, нашей России и за пределами. Поскольку очень многие за пределами тоже учатся в Красном Америке сессии. Поэтому, те, кто желает присутствовать и послушать, пожалуйста. Мы вот всех приглашаем, но не обязываем. Чтобы потом не говорили, что после засчета не выпускали. Так, перерывайте снизу. Нет, минуточку, два слова. Значит, вот вы сами почувствовали, что кое-чему вы научились. Многое осталось в сознании и в такой проясненной понятийной форме. И в то же время, я думаю, почувствовали, что не до конца, значит, вот этим прояснением и нужно сознательно теперь уже заняться во втором семестре. Во-первых. Во-вторых, летом будет конференция научная, посвященная юбилею Владимира Ильича Ленина. Готовьтесь, наши выпускники принимают иногда участие в этой конференции. Не иногда, а всегда. Ну, не все. Не все, но всегда. Выдающиеся люди. Кто примет, кто-то выдающиеся. Занимался, почувствовал в себе силы, значит, могут написать и поучаствовать в конференции. Здесь все в перспективе хорошо. Да, хорошо. Впечатление от группы хорошее. Спасибо. Так, товарищи, приступаем теперь к зачету, в котором участвуют наши товарищи, живущие, действующие, работающие за пределами Ленинграда, поскольку наш университет не городской, а наш университет, хотелось сказать, российский. Ну, можно даже сказать, что и всемирный, имея в виду, что при нынешних средствах связи никакой нет разницы, откуда прислать ответ на вопрос из Голландии или из Гренландии или из Новой Зеландии. Поэтому, конечно, преимущественно у нас в Красном университете учатся русскоязычные или люди, которые владеют русским языком. Ну, это значит, что прежде всего наши соотечественники, то есть граждане Советского Союза или те, кто у кого родители в Советском Союзе жили, они владеют хорошо русским языком, и у нас много таких товарищей, которые, так сказать, из тех стран, которые состояли раньше в Советском Союзе. Но есть и люди, которые в других странах живут, тем не менее они тоже пишут, отвечают на вопросы и отвечают, можно сказать, так же хорошо. Значит, я познакомился с теми работами, которые уже поступили, и на эти работы, которые к нам поступили, они поступили половина ко мне, половина к Александру Сергеевичу, мы дадим ответы содержательные. То есть будем указывать на недостатки, в чем недостатки. Потому что, как нас проинформировал проректор, он же и входит, Мордовин Валерий Александрович, у нас достаточно было времени. Поскольку все знали, что зачет будет 25 числа, это можно было присылать и посылать, если хотеть получить развернутый какой-то ответ, ну, давно. Ну, по крайней мере, до сегодняшнего дня. А после сегодняшнего дня мы продолжать будем принимать, это я обращаю внимание тех, кто еще не прислал, или послал только недавно, или только сегодня, мы будем проверять эти самые работы, и все работы проверим. И те, кто заслуживает зачета, все его получат, и те, кто заслуживает незачета, это бывает тогда, когда человек написал что-либо, а, противоположное марксизму вообще. Или то, что, ну, так сказать, совсем уже, так сказать, не увязывается вообще с наукой. То есть, можно сказать, что это нельзя, это зачесть, как шаг на пути к постижению. Тогда нужно тем товарищам, которые за счет не получат, их таких бывает всегда очень мало, им нужно, так сказать, либо с этой задачей расстаться, такие тоже есть, может быть, у них дело, к этому душа не лежит, либо снова поступить в следующем году. У нас никаких препятствий к поступлению, можете второй раз учить, третий, это же не школа, и здесь никакой проблемы нет, потому что все мы находимся в сложных условиях, это общественный университет, и люди, которые здесь занимаются, они, конечно, зачислены, но мы все понимаем, что наша жизнь такова, есть такие условия труда и наличие свободного времени, которые иногда позволяют заниматься урывками, искать всякие формы, как это быстрее изучить. В том числе наши занятия, в том числе и зачет, это такое подспорье к тому, что как все-таки быстрее этим обладевать. Всегда люди понимают, что если бы они самостоятельно сидели и изучали, это было бы намного труднее и дольше, чем сейчас. Приступаем. Маруга Виктор Павлович, город Самара. У него вопрос 28-й, насущные коренные интересы рабочего класса. Все очень хорошо, и 29-й вопрос, выражение экономических интересов в требованиях профсоветной организации, даже много он написал, и вот есть у него такой ответ про коллективный договор, что там записывается отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора. Можно записывать такое в коллективный договор, отказ от забастовок? Давайте, говорит, мы разоружаемся, остаемся ни с чем, при каких-то там соответствующих условиях коллективного договора. Можно записывать, вот докеры записывали, отказ от забастовок по тем вопросам, которые урегулированы коллективным договором, а по тем вопросам, которые не урегулированы и появились новые, ни от каких, как можно вообще отказаться от конституционного права? Это конституционное право. Вы что, от своего права? Тот, кто отказывается от конституционного права на забастовку, сумасшедший. То есть он все, так сказать, выходит из борьбы, он никто. То есть поэтому вот такие вещи, и вот мы поэтому считаем, и говорим, что такие вещи просто нельзя допускать, и даже мысли такой не может быть, чтобы отказаться от забастовок. Вообще смысл забастовок в том, право на забастовку, что вы не находитесь в отношениях с работодателем в таких отношениях, что он хозяин вас, он хозяин машин, средств производства, он вообще не хозяин, он вообще никто. Вы просто с ним заключили договор. А что такое договор? Я с вами заключил договор. Какой это получился договор? Вы мне платите, я работаю. Вы мне не платите, я не работаю. А что сейчас делают наши граждане-трудящиеся? Они не усвоили ни вопроса забастовки, они не усвоили вообще, что такое договор и что такое капитализм. Вы при капитализме радуетесь, что вы не при феодализме. Нет, они живут как при феодализме. Хозяин, барин сказал, работайте еще. Дураков работа любит. И они работают. И вместо докера, их всегда говорили, диспетчер, хотите получить высокую зарплату, меньше работаете, бастуйте, организовывайтесь, и тогда у вас будет изменение условий. А так вы вообще не способны будете никакой борьбы. Вы скоро здоровье потеряете, и семья будет разрушена. Потому что вас не видит ни жена, ни дети. Где этот папа? Что с ним случилось? А завтра его придавило. Сплошь и рядом. Тем более, что это соуд, который был сделан, оно привело к тому, что все вредное записали, как не вредное, а особо вредное, как просто вредное и так далее. И все обрушили. По-тихому причем, без особенного шума. За счет поставлен, но вот с таким условием, что вот таких вещей нельзя допускать. Иван Александрович Катран. Город Красноярск. Когда партия рабочего класса приходит к власти, то рабочий класс становится правящим классом. Вот до этого все хорошо было написано, но не придраться. А как это такую ерунду человек написал? Когда партия рабочего класса приходит к власти. Вдруг партия рабочего класса приходит к власти. Такое бывает? Ну, Ленин даже говорит, ну это просто люди, которые ничего не усмыслят в политике. Как может быть при господстве в буржуазии, при господстве в сфере идеологии, средствах массовой информации. Как может при этом через выборы партии рабочего класса. Но если она перестает быть партией рабочего класса, оставить только название, как КПРФ. Дескать, название коммунистическое. Как название было и КПСС. Она перестала быть коммунистической в 1961 году. Предала. Партия, так сказать, руководство, которое изменники делал партии, изменники делал коммунизм. Поэтому название тут ничем вам не поможет. И вот партия рабочего класса приходит к власти, и рабочий класс становится правящим классом. Класс должен прийти к власти при помощи и под руководством партии. Это другое дело. И сразу поднимается вопрос. Партия служит классу или класс служит партии? Вот партия служит классу. Это ленинская постановка вопроса. А класс служит партии. Это Зиновьев так ставил вопрос. Выгнали его из партии в треском. Так. Терехов Никита Андреевич, город Тула. Изменение стоимости денег не может совершиться в самих деньгах. Что это такое, я не знаю. Изменение стоимости денег может совершиться при производстве этих денег. Деньги – это что? Одно слово. Товар. Товар. Что значит эквивалент? Товар. Ну а товар, если он теперь по-другому производится, с другими средствами производства, машины пришли, золото, например, стали производить. В больших количествах за меньшее время. Стоимость золота понизилась. Все. Поэтому изменение стоимости не может совершиться в самих деньгах. Ну они, конечно, не в деньгах, а в производстве совершаются изменение стоимости. Потому что вот то, что мы наблюдаем в кошельках, это деньги или не деньги? Представители. Представители. А? Представители. Представители денег. А эти представители могут как угодно меняться. Давайте все три последние нуля зачеркнем. И ужаснутся старушке, сколько им пенсию платят. Допустим, он говорит, я получаю 9 тысяч. Давайте зачеркнем эти три нуля. Они ничего не значат, эти три нуля. На тысячу рублей, что вы купите. И что будет? Ну там копейки можно поставить. Вместо этих трех. 9 рублей я теперь получаю. Сволочи. И тогда они возьмут свои клюшки и пойдут бороться с теми, кто до этого дела довел. А тут нули, как красиво. Главное, говорит, копейки мы не берем, не считаем. В банке уже говорят при отчетности, не пишите там эти самые свои рубли. Вот все, пишите, вот тысячи где, вот за единицу являются тысячи рублей. Ну кто это будет считать? А для серьезных людей, серьезных буржуазов, вообще, какие сейчас у нас нормальные цифры? Какие? Серьезный миллион. Театров нашего, сам Петербургского театра, малого театра опера Валюта и Новосибирского. А за то, что он вот не отдает эти деньги, он теперь не директор, он просто художественный руководитель. Когда у вас много денег, у вас с вами ничего не сделают. Когда у вас мало денег, вот тут вас посадят. Вот за миллион-то сядете, а за миллиард-то он никогда не сядет. Это у вас еще зачет? Да, это зачеты все. Зачеты я все это вам передам, Валерий Александрович? Нет, это просто... Зачет, зачет. Ну я выхватываю... Что я выхватываю? Ну как моя задача... Зачет. Человек хочет узнать, что у него тут неправильно. А все, что правильно, это всем зачет. Тоже зачет. Вот товарищу Ананевич Никита Александрович из Самары. Остальное мир продолжает придерживаться и жившейся модели общественного устройства. Что за моделисты-то у нас появились? Модели. Это модели или способы производства, или общественно-экономические формации. Модели. Это чей язык? Это язык Маска или язык современных теорий буржуазных, экономических моделей? Вы по какой модели живете? Я по выигрышной. Итак, коммунистическое движение, пишет товарищ Ананевич. Он хороший человек, хорошо написал. Это сознательное движение большей части капиталистического общества. Выглавляемое, прежде всего, объективно, наиболее заинтересованным в этом части рабочего класса. А именно, фабрично-даваться кеми, промышленными рабочими к высшему коммунистическому обществу. Почти все правильно. Только главное не сказано, что надо, чтобы он не только был заинтересован. Бомжи больше всего заинтересованы в строительстве жилья. Бомжи. Вот больше, чем вы и чем я. Согласны? Потому что, может быть, их туда. Шансов, конечно, немного. Но все же больше, чем у нас с вами. И способны к руководству обществом. Вот Ленин сделал акцент в работе «Великий почин». Что вот только такой класс, городские, фабрично, не весь рабочий класс. Это рабочий класс. А есть еще класс городских, фабрично-заводских, промышленных, рабочих. Ни транспортных, ни строительных. Там, где есть большие коллективы. Там, где развит коллективизм. Там, несмотря на то, что кругом капитализм, там вырабатывается коммунистический начало. Причем под руководством капиталистов. Ну, потому что скапливают людей. Вместе они соединяются. Большие коллективы. Они, так сказать, могут совершать единое действие. Поэтому и способны к руководству обществом. Если этого не взять, все это где-то так и разлетается. Все правильно написано. И вдруг вот в таких ключевых местах делаются такие ошибки. Ну, мы видели свою задачу, вот, как проверяющие. В том, чтобы обратить внимание товарищей на недостатки, которые надо исправить при подготовке к экзамену. Зачет и есть вот такая форма проверки знаний, как нас учили здесь, которые позволяют вскрыть какие-то недостатки с целью их устранения. Товарищ Степанова, Елена Евгеньевна, город Москва. Понять, значит, выразить в понятии. Я сразу задумался, как в одном понятии выразить все, что надо понять. Понятия, множественное число. Ну, одно слово и уже не то. Моменты — это два противоположного движения. Все-таки моменты. Надо множественное число написать. А так, зачет. В чем интересы рабочего класса товарищ Лукинских, Роман Александрович из города Курган? Все правильно написано. И установление диктатуры обитряда, уничтожение частной собственности, уменьшение рабочего дня до шести часов и так далее, увеличение зарплаты и так далее. Все, что требуется, все он написал. Эльдар Шамильевич Аллояров, Россия, Республика Башкортостан, город Нефтекамск. И мне он попал. В выражение экономических интересов в требованиях профсоюза. Мне он правильно написал то, что мне. Я зачет поставил. Марсов Андрей Андреевич, город Рига. Политическая партия, организованная группа людей, единомышленников, борющихся за захват, удержание, осуществление государственного... Опять вот захватчик. Захват власти. Какую власть вы можете захватить? Какая есть. Народ, который... Вот мы тут все записываем. Там службы уже встрепенутся, скажут, что за люди пытаются захватить. Один? Ну, один это не страшно. Но если их много таких наберется, то тогда мы разберемся. И дело-то не в этом, а дело-то, что это неправильно. То есть, как говорили Маркси, старую буржуазную машину, что нужно делать? Сломать. Сломать, в дребезги уничтожить. Но это не значит, что это образ, конечно, в дребезги. Как это делал, так сказать, большевики и Ленин. Всех лучших кадров оттуда. И военных кадров в том числе. Потому что в Красную армию пошли самые хорошие военные специалисты, генералы царской армии. И они помогли победить в гражданской войне. Соответственно, и в промышленности, и в другие отрасли. Так что захват – это неверно. А создание своей власти. Создать свою власть. А для этого надо строить соответствующие органы. Мы знаем, какие. И которые, так сказать, они тоже строятся сначала в каком в обществе? В буржуазном. И ничего их не надо. Вот вы-то свои-то удержите. У нас создали тогда советы. А у нас советы на первом севере совета меньшевики и эсеры там командовали. Они вовсе не были органами диктатуры рабочего класса. Так что создать советы необходимо, но недостаточно. Надо, чтобы это было создание такое, которое нацелено было на установление диктатуры рабочего класса в союзе с крестьянством, с мелкой буржуазией. Своей частью, которая трудится. Так. Партия осуществляет политику, борьбу за государственную власть. Тоже, так сказать, это вроде правильно, конечно. Конечно, она осуществляет политику. А политика это не борьба за государственную власть, а борьба за то, чтобы эту государственную власть установить, ее укрепить, удерживать и использовать для решения своих классовых задач. А в принципе это правильно. Главная программная цель Компартии, написана вот товарищем Марсовым, установление диктатуры бутерета вплоть до полного построения коммунистического бесклассового общества. Так и непонятно, до полного построения коммунистического бесклассового общества. До полного построения или построения полного? И у меня Марсов был. Да. Ну вот. Так что лучше написать до полного уничтожения классов, как написано у Ленина и у классиков других. Чехумова, Ксения, город Екатеринбург. Понятие рабочая сила, стоимость рабочей силы, заработная плата. Рабочая сила, способность человека к труду, тратата, все правильно, которую человек использует в своей деятельности. Будто я использую в своей деятельности, у меня есть авторучка. Это и есть рабочая сила, то, что я могу написать зачет. Сила есть в этом известная. Зачет, не зачет. Вот Александр Сергеевич демонстрирует силу. Но все-таки речь-то идет о производстве материальных благ. При создании материальных благ. Рабочая сила. Я могу, если мне дадут лопату, я вот тут как раз перед этим зданием могу что-то вскопать. Но она спит, как сказал Лего Классик. Рабочая сила. У интеллигенции она спит. А у других она наоборот не спит. Стоимость и цена рабочей силы в своей превращенной форме выражаются в виде заработной платы. Не цена рабочей силы выражается в виде заработной платы, а заработной платы и есть. Цена рабочей силы и есть денежное выражение стоимости. Это как-то так перекручено. Идем дальше. Насущные и коренные интересы рабочего класса. Вахтин. Город Воронеж. Насущные интересы. Это такие интересы, которые требуют семинутного решения. От них обычно зависит и существование субъекта. Коренные интересы. То, к чему следовало бы стремиться. Коренные интересы. К чему следовало бы стремиться. Это какие-то такие идейные интересы. К чему следовало бы. Если бы, да как бы. Почему как бы. Не то, что выгодно, а к чему следовало бы стремиться. Вы можете и не стремиться, но надо выяснить, что вам выгодно. А стремиться можете к тому, что вам не выгодно. Пожалуйста. У нас сплошь и рядом люди стремятся к тому, что им не выгодно. Поэтому неправильный критерий, то есть такой субъективизм вынесет в рассмотрение. Отказ от переработок и, как следствие, сокращение рабочего дня до 6 часов. В следствии такого не будет, если не будете специально бороться. Это не следствие, это предпосылка. Предпосылка, да, если вы даже, так сказать, работаете сверхурочно, какой вообще борьбе за 6-часовый рабочий день, идет речь. И еще те, кто работает сверхурочно, не считают все это сверхурочно и не требуют того, чтобы за первые 2 часа платили в полтора раза, а дальше в войне. Если бы они так требовали, уже бы сократили сверхурочно, без всяких требований. То есть капиталисты сейчас этим пользуются, я скажу, вы работаете больше. Сколько вы работаете, сколько вы умножаете, 100 часов. Вот, соответственно, за каждый час платим одно и то же. А должно быть, а можно записать в коллективных, говорю, втройнее. Для того, чтобы, даже если надо, то пусть туда платят много. Так, ну вот это надо иметь. Опять тут захват политической власти. С революционным подъемом рабочего класса появится уже насущная потребность в организации Совета и в последующем захват политической власти. Зачем она нам далась? Это захватывать буржуазную власть. Кому она нужна? Кто вот здесь присутствующий хочет попасть в эту буржуазную власть? Есть такие люди? Или такие люди сюда не помогут? Да, пенсии. И пенсии потом будете 75% от дохода получать. Понятно. Вот оказалось, один признался здесь, все остальные молчат. Так, Лобанова Стефана Юрьевна, город Уфа, республика Башкортостан. Ну вот она пишет, что рабочие силы для производства жизненных благ, можно сказать, жизненных благ, но уже это как-то размыто. Материальных благ это понятно, а жизненных благ, ну вот, вот чтобы я пел, а вы бы слушали. Он заиграл, а я запел, а как и легко ли было нам. Ну то есть как-то вот не надо размывать, надо брать точные формулировки. Это же не вырабатываются эти формулировки. – Приобретение жизненных благ, необходимых для удовлетворения растущих потребностей, выражается денежными выплатами и в соответствии с количеством и качеством затраченного работника труда. Что такое в соответствии с количеством и качеством труда? Это ерунда. Потому что непонятно, как же платить-то в соответствии с количеством и качеством? Это вот такая фраза, из которой никакого пути к расчету нет. Платить надо в соответствии с затратами труда, а труд надо конкретный сводить к среднему общественному труду. Если у вас такой труд, какой-то сложный, требующий обучения, надо посчитать, сколько вы затратили в процессе обучения, и это учесть. И, скажем, вы должны учесть, какие у вас особые затраты, что он требует каких-то навыков специальных, вы, может, их 10 лет, ну, как говорят, хороший модельщик, 13 лет должен модельщиком отработать. Скажем, вот я токарь, у меня есть даже документ первого разряда, если бы я был этот спортсмен, то нормально было бы, но токарь первого разряда, по-моему, я один только в стране, больше я не встречал никого. Вы тоже первый разряда? Ну, я вас приветствую. Вот чувствуется, да, мы собрались здесь, токаря. Чтобы человек был там шестого разряда, вот они везде требуются, потому что нужно вал сделать на Балтийском заводе для корабля. Один человек на всем заводе может вытащить 4 метра, потому что вот он толчит-точит 3 метра, 57 сантиметров и запорол, все. Там немножечко что-то сдвинулось, и миллиметр там нельзя, а уже все, нельзя этот вал запускать. Поэтому так нельзя говорить. Количеством и качеством. О количестве идет речь, но о количестве среднего общественного труда. Или простого труда, когда все сводится к простому, вот такой сложный труд сводится, это умноженный простой. Так прямо у Маркса и написано. Люди не по Марксу пишут, они это прочитали в плохих учебниках. Заработать надо при социализме стоимость необходимого продукта. Нету при социализме стоимости. Почему? Потому что социализм не товарное хозяйство, а непосредственно общественное. Поэтому и необходимого продукта нету. Просто часть продуктов распределяется. Общество распределяет. Через общественные фонды. Виктор Иванович Голков, вам известный. Он здесь преподает, преподаватель Красного Росета. Он считал, что в советское время 52% благ, если считать в цене, распределялись по потребности, через общественные фонды. А 48% по труду. Какой прибавочный продукт? То есть хотят говорить о социализме, о заработной плате. Представьте, заработная плата тоже не совсем заработная плата уже. Правильно? Это ваша доля в фонде распределения. Хотите узнать, чем равна эта доля? Вы разделите свою зарплату, вот эти денежки, на сумму зарплат в стране. И узнаете, какая доля у вас. Ну, чтобы вы не мучились, вам множили на общие знаменательные. И тогда вы с такими числами недробными имеете дело. Какая зарплата? Вот они такие люди, которые не разобрались, хотят власть захватить. Чтобы что? Чтобы сидеть при власти. Так, ну, я не знаю, может быть, я так занимаюсь. Но я хочу сказать, что дело в том, что формулировки, они сами за себя говорят. Они сами толкают людей в том направлении, в которое люди, может быть, и не думали, что они пойдут. Так, Пастухов Илья Андреевич, город Ижевск. Идеологическая суть ее в внесении научных достижений. Представите, внесение. Не внесение, а в внесении. Вносить надо в сознание, а не просто нести. Донесли, мы вот до вас донесли знания. И что, куда положить? Коробку же не будете открывать? Что это такое? То есть надо быть в этом смысле аккуратным. Экономическая борьба. Борьба за улучшение положения класса в распределении материальных благ. Оказывается, в распределении только. Положение класса в распределении. Положение класса только в распределении материальных благ. А улучшение условий труда несущественно. Есть такие работы, на которые ни за какие блага люди не поют. Материальные. Политические. Что вы думаете? Непосредственная борьба за захват и удержание власти. Что за такой народ такой? Это какие-то провокаторы к нам заходят. Хотят наш университет утопить. Говорят, у вас вот люди, как вы так преподаете, что у вас за захват? Мы так не преподаем. Вы за создание власти своей. За большая работа. Прежде всего и умственная в том числе. Для того класса, который претендует на власть. В будущем обществе. И помогает нам в этом кто? Вружазия. Потому что вружазия собирает рабочий класс на фабриках, заводах. Дисциплинирует его. Образование необходимое для таких работ. Вынуждено давать и так далее. Айси Наскар Анисович. Казахстан. Карагандинская область. Поселок Топар. Очень все хорошо написано. Хотел придраться. Нашел одну запятую. Ну вот об этом уж не буду говорить где. Зачет. Рязанова Ольга. Город Магитогорск. Становление это беспокойное единство. Бытие и ничто. Тут я обрадовался. Переход из ничто в бытие. Я и сразу опечалился. Потому что не из ничто в бытие кто-то ходит. Третий ходит. Муравей, шаракан. Причем это у многих. Да. Переход ничто. Из ничто в бытие. Но больше я ни у кого не увидел. У меня вот один такой. Это у вас много. У меня хорошие люди подобраны. Вы отобрали специально. Естественно, вот я дам. А Влада, наверное, Маркетов. Конечно. Становление благодаря разницы. Бытие и ничто. Слово разницы. Разницы. Слушай, и у меня такая. Она нигде не нашел. Рязанова и у меня. Конечно, она есть. Ну, как какая-то неправильность, так обязательно она и ко мне. Да, вот это как раз. Разность, говорит Ленин. Разность означает, если это не арифметика, разность означает только одно. Вот мы разные люди. Да, и все. Больше ничего не сказано. И с вами мы разные люди. Ну, они же не одинаковые же мы. Больше ничего. Но мы люди. Но это в этом наше единство. Поэтому нам это вовсе не мешает общаться. А если наоборот мы были, не были бы разные, то я был бы и там бы был я. Тут я не очень понимаю, в чем была суть нашего общения. И тихо, мирно мы бы вели беседу. Так. Ну вот, получается, обратное явление становления. Что это за обратное явление становления? Это новое слово, спокойная простота. Явление тут не к месту. То есть, надо сказать, что это пока еще подготовка, ну, максимум на зачет. Зачет поставлен. Что такое политика, товарищ Лукьянов Александр Надеевич написал? Политика есть борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. При этом два противоположных класса имеют различное содержание своей политической борьбы. Но запятую я все равно нашел. Класс, запятая, должно быть поставлено подчиненный господствующему классу. Но больше придраться мне не удалось. Зачет. Город Барнаул. Гиль Павел Юрьевич, город Самара. Тоже жизненных благ. Материальных благ, лучше бы сказать. Ну, еще вот нашел я к чему прицепиться. Но также интересы буржуазей других государств. Также пишется вместе, а тут раздельно. Ну, чтобы нам не говорили, что у нас люди в Красном университете иногда неграмотно пишут. Ну, это за этим тоже смотреть. Надо аккуратно. Производство, процесс преобразования человеком предметов природы. А у Маркса написано присвоение человеком предметов природы. Преобразование — это хорошо. Конечно, производство и есть преобразование предметов природы. Допустим, взяли, сделали из газа пластмассу, а из пластмассы бутылки. А бутылки выкинули в Мировой океан. На помойку бы если. В Мировом океане миллион квадратных километров остров между Северной Америкой и Азией такой большой. И его все корабли должны обходить теперь. Преобразование природы. Преобразование — такое красивое слово. Присвоение человека предметов природы. Присваивают. И вот, в зависимости от того, какое присвоение, частное присвоение раздавит от всякого рода уродства. А вовсе не о преобразовании народа, а о уничтожении этой природы. Скажем, выбросы в атмосферу идут все больше и больше. А наши докладывают, что у нас все меньше и меньше. А почему? А мы, говорит, уничтожаем производство. И выбросов все меньше и меньше. Мы нашли способ. Вот сколько эти экологи ходили, они теперь вообще ушли с трибуны. Потому что Ельцин эту проблему решил. Говорит, сейчас в уничтоженном производстве будет у вас и водичка светлая, и воздух хороший. Все будет ходить. Только что и зарплаты не будет, правда. И выгонят с работы у вас. А так хорошо. Так, зачет. Боев Андрей Сергеевич, город Улан-Удэ. Еще есть фактор, который съедает зарплату, и это инфляция. Но это вообще-то не инфляция съедает зарплату. А инфляция – это политика, которую проводит буржуазный класс. Намеренно повышает цену. Хотя затраты труда с ростом продавательности, естественно, уменьшаются. Поэтому это политика, которую предложил Джон Мейнер Кейнс в своей книге «Общая теория занятости, проценты и денег». А потом просто у нас инфляция. Коррозия съедает металл, инфляция съедает зарплату. Сколько у вас съела ваша зарплата инфляция? Ой, беда, беда. И у нас тоже съедает. Как нам быть? Не знаем как. Инфляция – это как гриб свиной. Повышение уровня реального содержания зарплаты должно включать индексацию. Еще бы не хватало, чтобы он не включал. Если повышение уровня реального содержания зарплаты… И это вот такое высказывание пустое. Ну хорошо, включает индексацию плюс одна копейка. Вам нужно такое повышение уровня реального содержания зарплаты? повышение уровня реального содержания зарплат с чем бы связано примерно с уровнем роста производительности труда производительность труда если вырастает это же достижение общества всего всего и науки техники рабочих а вот мы вам какая зарплата была у вас в прошлом году мы вам на этот уровень и и снова выведем инфляция требования работники что же за требования это решить за требования это больше похоже на плач пришли люди жаловаться так город улан-удэ боев андрей сергеевич зачет серехов никита андреевич город тула нашел одну ошибку условия капиталистического производства заработная плата представляется как плата всего рабочего времени об оплата всего рабочего времени больше не нашел зачем степанов денис витальевич москва вы готовы продолжать все давидов потому что потому что время без 15 и 9 степанов денис витальевич зачет москва ананевич некита александрович город самара коммунистическое движение это сознательное движение большей части капиталистического общества тоiv die дудут знать знаменами наверное словах что это классовые вы 1985 написано коммунистическое движение это вот сознательное движение большей части мы двигаемся, одеваемся, хорошие курки, красные, берем классные стабильные, двигаемся, берет коммунизм. При этом некоторые двигаются в обратную сторону. И это движение не к бесклассовому вовсе, а к полностью бесклассовому обществу. Потому что на этом не заканчивается движение на том, что мы пришли к бесклассовому вовсе. Ну, пришли мы к социализму, а потом обратно ушли. Из-за того, что вот так себе представляет движение. Город Самара. Никита Александрович Романов, Евгений Владимирович. Город Кемерва. Зачет. Якимов Артем Владимирович. Город Королев, Московская область. Зачет. Старухин, Роман Владимирович. Москва. Молодец. Он здорово перешел. Решил проблему. Уничтожение частной собственности путем объявления ее общественной. Вот это да. Давайте объявим частную собственность. Общественные. Кто за? Прошу голосовать. Все, вот наше уже большинство. А вот он нам поставил на голосование. Ну, наверное, он, так сказать, не осознал, что написал, товарищ Старухин. Я думаю, надо к экзамену осознать. Сейчас мы зачет поставим, а экзамен такой положительной оценкой не получит. С такой формулировкой. Становление, снятие становления. Степанова, Лена Евгеньевна, город Москва. Это уже было. Понять, значит, выразить в понятиях. Хаймс, Максим Александрович, Нижний Новгород. Взаимопереход, количество и качество. Как-то это неправильно, взаимопереход. Какая категория сначала рассматривается? Качество. Качество, потом количество, а после количества что идет? Мера. Конечно, там при этом происходят скачки с накоплением количества, но уже другое качество будет. А не этого. Вот сюда просто болтаются они. Количество в качество, качество в количество. Не совсем так. Шклавцова, Ексерина Сергеевна, город Красноярск. Бытие — это ничто в становлении. А ничто — это бытие в становлении. По-моему, это когда вы берете уже само становление. Тогда да. Но не просто бытие в становлении. Ничто. Бытие — это ничто в становлении. Но переходит в ничто. А ничто — это бытие в становлении. Прямо. То есть, вместо переходов получается, прямо они просто в противоположности. Получается. Зато есть вот такая Здравая мысль, что в условиях социализма, неполного коммунизма, существует и тенденция к построению полного коммунизма, возникновения коммунизма. И тенденция к откату к капитализму, к прихождению коммунизма и превращению его в капитализм. Поскольку социализм это неполный коммунизм, и в нем еще присутствуют оримые пятна капитализма. За счет за это можно поставить. Если бы это все понимали и усвоили уже в середине 30-х годов, и додержались бы до этого времени, у нас бы не было того, что произошло. В стране. И все Гнеев, город Барнаул. Вы готовы? Все, я вам передаю. Так, фамилия-то озвучит? А, фамилия? Такое ли времени у нас. Это я просто передам. Так. А из тех, кто прислал на годы на вторник, есть незачеты? Нету. Нету. То есть незачетов пока... Незачетов у нас нет. То есть остальные... Те, кто у вас третье число прислал, вызвал свои работы, они зачет не получили у вас. Да. А у вас? Нет, зачеты все получили. Все получили зачеты. Поэтому, да, это мы можем здесь товарищам объявить, что все товарищи, которые прислали... Да, и поэтому сейчас я даже могу не называть, что получили. Все получили, поэтому, что называть каждого. Да, просто товарищей очень много, чтобы они понимали, что физически просто их всех даже зачитать нужно было. Нет, ну, я думаю, что мы вот такие... Ну, в основном мы зачитали. Ошибки какие есть? Да, и ошибки. Ошибки типические. Вот они почти все в этой части есть. Вот, но, значит, все остальные товарищи, вот, зачет им оставлен, он будет записан. Вот, Валерий Александрович здесь присутствует. И все товарищи, которые еще будут присылать, то же самое мы их будем проверять. Те, так сказать, недостатки, которые мы заметим, мы их отметим и передадим тоже Валерию Александровичу. А главная наша задача будет решать, зачет, не зачет. Я не сомневаюсь, судя по тому, как дело идет, что большинство, конечно, получит зачет. Но бывали у нас случаи, увы, что некоторые, если люди пишут прямо противоположное тому, что надо написать, зачет мы поставить никак не можем. У нас пока таких не было случаев. Да, не было случаев. Все? Да. В том числе надо отметить, что, несмотря на разъяснение, многие товарищи не поставили инициалы свои, просто фамилия Шульц. Теперь некоторые и не поставили город, откуда они, тоже нехорошо. Некоторые вообще ничего не поставили, а просто текст прислали. Значит, и непонятно, кто это, что это. А вот если нажать при цифровизации, не скачать, а нажать «посмотреть», то сверху высвечивается, кто прислал. Да. И я некоторых так раскрыл. Одна девушка вообще, значит, поступила астроумно, и она вызвала вот эту речь мою вступительную о экзамене и о его сути. Вот, она поступила очень просто. Взяла цитату из Гегеля, из науки логик, как раз определение метода, и там дальше текст идет у Гегеля поясняющий. Она прямо этот текст, может быть, даже скопировала сейчас это, если в интернете, и прислала мне. Ну, я, конечно, с удовольствием Гегеля почитал еще раз. Вы догадались, что ты Гегеля. Ну, я-то знаю, это наизусть. Она думала, вы не догадаетесь. Да-да, нет. Вот, я думаю, чем она руководствовалась? Проверка показала, что читали. Проверка показала, что читали. Проверка показала, что читали. Проверка признался. Вот, тогда как вся задача состоит в том, чтобы этот текст, как, собственно говоря, информацию превратить в знание, то есть придать ей субъективную форму, что человек может свободно ее обсуждать в понятиях, и понятно, значит, что он понимает. А когда он знает, что где это написано, и прислал нам ссылку, это тоже важно, что человек знает, где найти, это уже хорошо. Но этого мало. Важно именно овладеть им, в том числе дать комментарии, как, может быть, развить какой-то момент, может быть, вопросы какие-то появились и так далее. Итак, товарищ Ерошкина, у многих становление есть благодаря разности бытия и ничто. Не благодаря, Гегель говорит, пока есть эта разность. Тут благодаря это вроде есть отношение причинности. Тут никакой причинности нет. Тут все-всеобщие категории, они все-всеобщие, все в этом смысле в равном отношении. В этом смысле и равном отношении. Поэтому становление есть, пока есть эта разность, разность бытия, их разность, он говорит, разность бытия и закончилась, исчерпалась, становление закончилось, исчерпалось. Шульц пишет, интуитивно понятый рабочим классом интерес. Что значит интуитивно понят? Никакая тут интуиция, значит, не работает. Во-вторых, она разная у всех людей, и есть она у него, нет, это большой вопрос, ну и так далее, и тому подобное. Тогда как есть твердо установленные научные знания, что такое интерес? Мы его сегодня обсуждали, и я думаю, все понятно, что мы понимаем одно и то же. Это интуитивная форма классовой борьбы. Интуитивная борьба. Да-да. Так, Алояров. Ну, это типичные ошибки. Гамилаури Петр Владимирович. Очень лаконичен, только определение в самом жадком одном предложении. Да, не знаю, что у него круглосуточное красное радио работает. Вот, поэтому, ну что. Как что? Поставили зачет, конечно, что человек вроде знает определение, по крайней мере. Но этого мало, конечно, нужно какое-то пояснение или какое-то расширение. У Аристотеля так говорится по поводу определения. Определение – это краткая речь о сути бытия, в отличие от Гегеля. Но она краткая. Краткая какая? Ну вот, конечно, можно в одном определении, в одном предложении, в одном суждении. Это кратко. Но для зачета, конечно, это маловато. Нужно, ну, более раскрыто говорить. Так, да, ну, переходы, вот, говорили. Насущные и коренные, хорошо. Товарищ Вахтин хорошо рассмотрел, Дубинин хорошо рассмотрел, Коновалов Денис не поставил отчества. Социалистической революции и других форм вооруженной борьбы. Ну, во-первых, социалистическая революция, она не вооруженная форма борьбы. Она может использовать, значит, насильственные формы, да? Она может быть насильственной, мирной. Вот. А не становится в один ряд, значит, с формами борьбы. Это не форма борьбы, это совсем другое явление. Да, вооруженная борьба – это нечто другое. Судаков тоже лаконично, только определение. Но, тем не менее, определение грамотное, можно поставить за счет. Марсов – главная цель, главная программная цель Компартии – установление диктатуры Плетрета. Мы сегодня об этом тоже говорили несколько раз, что это, конечно, одна из принципиальнейших целей диктатуры Плетрета. Она все посредствует. Но цель, главная – это коммунизм, коммунистическое общество. И то для развития личности, всестороннего развития личности всех людей. Федотова, Анна Степановна. Способ производства – единство производительных сил. Значит, ну, способ производства – производитель сил и производственных отношений. Об этом тоже сегодня, я думаю, говорили много и разъяснили. Да, Пастухов. Суть внесения научных достижений, внесения представителям класса. Место во внесение. Да, вместо во внесение. Причем, я обращаю это внимание, потому что ни у одного, ни у него ошибка. Мне сначала показалось, что это опечатка какая-то, но и еще там у кого-то есть внесение. Не внесение, а, конечно, внесение. Так, Лукьянов был у вас. Виткова, Алёна Гербертовна. Цель капитала – получение большей прибыли путем удлинения рабочего дня и увеличения интенсивности труда. Ну, это, конечно, правильно, но это не полностью цель капитализма. И это, и увеличение прибыли путем увеличения производительности труда и организации труда, и других, значит, способов. То есть, относительная прибавочная стоимость не усвоена. Да, да. Усвоена абсолютная прибавочность. Абсолютная только. Да. Противоположность. Социалистический тип производства на принципе уменьшения эксплуатации и улучшения производительности труда. Ну, не улучшения, а повышения производительности труда. Ну, и, конечно, не на принципе уменьшения эксплуатации, а на уничтожение эксплуатации. Уменьшение эксплуатации – это даже как-то не придумать, что здесь можно, какое здесь можно содержание внести. Уменьшение эксплуатации. Да, 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 даже. Пресечение ее, уничтожение ее эксплуатации. Да, она уничтожена уже, когда построен социал. Так, Запольский. Молодец. Хорошо все ответил. Голощапов. Зачтено. Так, это без фамилии. Якимов. Отлично. Синичкин. Тоже в основном все ответил. Да, определение заработной платы он берет из кодекса трудового. Вот, и на этом останавливается. Значит, зарплата – это вознаграждение за труд. Ну, это как-то, я думаю, что все-таки мы много внимания этому уделяли. И я думаю, что, скажем, присутствующим сегодня понятно, что заработная плата – Молодцы рабочего награждают капиталиста. Передача ему прибавочной стоимости. Так, Турушев, Черкасов. Черкасов. Турушев. Тоже. Турушев. Из Тюмени. Да, Турушев Сергей Петрович из Тюмени. Молодец. Черкасов Константин Викторович. Определение. Да, ну, только определение. Правда, по Гегелю. И это очень хорошо. Но немножко бы раскрыть. Определение политики. А, это кто-то не дал свою фамилию. Определение политики. Только определение само. Захватывает власть. Какая захватывает? Шклавцова Екатерина Сергеевна. Молодец. Во всех отношениях. Захаров Михаил Анатольевич. Значит, формы классовой борьбы. И когда, и другие товарищи, когда говорили об экономической борьбе, много хорошего и правильного сказали. Но почему-то про колдоговоры не вспоминают. Хотя колдоговоры – это, так сказать, гвоздь проблемы, о котором мы печемся вот уже несколько лет. И в этом году отыскали даже коллективный договор, первый в России, который заключил Иосиф Сергеевич Сталин в знаменитой бакинской забастовке. Кстати, наша служительница прошлого года его отыскала в журнале там дореволюционном, причем там напечатанный каким-то мелким шрифтом, что она на третий раз чтение этого журнала все-таки увидела этот колдоговор. Опубликованный 30 декабря 1904 года. То есть, я тоже проскочил бы, думаю, ну кто там будет публиковать в самом конце года какой-то там коллективный договор. Нет, все-таки она нашла. 30 декабря, считаете, не стоит работать? Договор заключали. Там он заключен был что-то 29 или даже 30. Я опубликован сразу же в этот день. Вот как буржуи торопились, чтобы все, закрыть вопрос и начинать работать, эксплуатировать трудящихся. По полдоговору. Либова Яна Михайловна. 29 часов. Да. Щерба Владислав Геннадьевич. Отличный тоже, зачтено. Попов Евгений Сергеевич. Чурила. Попов хороший там. Андрей Анатольевич, да. Зорин Николай Евгеньевич. Копцов Николай Сергеевич. Богоманов Герман Шамильевич. Туманова Татьяна Александра, Любченко Владимир Альбертович, Малаев Тимур. Столько народов. И все молодцы такие, вот хорошие тексты. Кондратьев Сергей Владимирович, Сергеев Владислав Сергеевич, Юрцевич Алексей Павлович, Рязанов Александр Андреевич. Они, наверное, с Рязановой родственники. Из Магнитогурского. Манжула Василий Михайлович. Однофамильцы. Ну вот. Спалис Андрей Викторович. Куликов Евгений Валерьевич. Самосадкина Анна Владиславовна. Устюгов Вадим Алексеевич. Касаев Сергей Владимирович. Сорокин Максим Павлович. Я все равно уже сказал, Валерий Валерьевич, что все получили зачет. Те, кто прислали. Да, значит, Сорокин Максим Павлович. Вам слово. Формы классовой борьбы. Идеологическое. Несение в классы. Положение марксизма. Не марксизма, да, не теории, не коммунистического сознания. А положение марксизма. А теоретическая борьба, соответственно, выработка, разработка положения марксизма. Вы положение разработали? Да. Я разработал. Возьмите себе на заметку, чтобы... А вы не хотите сделать заключительное слово? Потому что время наше, если сложно. Да, все, все, все. Шилак Рига. Иванюк. Я мог бы об этих товарищах, которые я не накладывал, тоже не положить. Карпов. Кошкина. Рязанова о ней говорили уже. И Кужелев Евгений Юрьевич. Тоже отлично. Надо делать общее заключение. Да, надо делать общее заключение. Делайте, пожалуйста. Есть. А потом я. Значит, мне кажется, что группа у нас собралась подготовленная и в смысле дневников, дневное отделение и в смысле заочного отделения. То есть, суть дела, суть вопросов, она, в общем, схвачена. Поэтому основу для дальнейшего обучения вы получили хорошую. По-моему, получили и навык. Значит, как вообще относиться к этому делу? Как учиться? Научились учиться. И я думаю, что вот это может быть самое главное. Поэтому второй семестр, он должен быть еще более эффективным. И на экзамен, я думаю, вы выйдете еще более подготовленными товарищами. В отличие от предыдущих, мне показалось, что нынче народ какой-то такой более ровный в смысле возраста. Вот все такие люди… Как мы с вами. Нет, они-то молодые. Мы-то уже не очень. Нет, мы-то как раз… А они такие и молодые, и в то же время не очень юные. У нас же были там слушатели и 16, и 18 лет. А тут… Рекорд 12 лет. 12? Это я еще точно не помню. Такого выдающегося. Ну вот, видите, память у вас. Да, вот память подводит. Вот. И, значит, чувствуется такой большой интерес. В том числе у товарищей из Беларуси, из Латвии, значит, из Украины, они даже в целом как бы более такие, как бы заинтересованные и углубившиеся. Чувствуется, что у них такой, ну, очень большой интерес к обучению. У них более яркая политическая жизнь. Да, и я вот это связал с более яркой политической жизнью. Для них это как бы более насущно, актуально. Вот. Поэтому я получил большое удовлетворение от преподавания и вот от сегодняшнего разговора и от чтения работ наших товарищей. Поэтому я уверен, что второй семестр у нас будет еще более продуктивным. Значит, я хочу сказать со своей стороны, что проверенные мною работы, а это, так сказать, далеко не все, которые нам предстоит еще с Александром Сергеевичем проверить. И мы, конечно, все работы проверим и даем вам торжественное обещание. И решим, можно ли ставить зачет или нет. Но проверенные работы говорят о том, что основная масса товарищей, которые прислали ответы, с пониманием относятся к тому материалу, который изучают. Может, поэтому они и прислали. Поэтому они и прислали. Поэтому уже на этом этапе выясняется, кто, так сказать, подготовился к зачету. Вот. Те люди, которые получат зачет, это те люди, которые продолжат движение к экзамену, ну и, так сказать, сумеют получить результат в один цикл. В то же время я хотел бы, я уже говорил, что если кому-то не удастся получить положительный ответ на экзамены, это не значит, что он не может продолжить обучение на следующий год. Пожалуйста. Потому что это сложные вопросы, и времени у нас не так много на это. Поэтому мы к этому относимся так, как и надо относиться к заочному обучению. Что это, в общем, обучение, которое предполагает большую самостоятельную работу в тех условиях, какие у нас есть. А какие у нас условия есть, мы знаем. Свободного времени немного. И, тем не менее, никакого другого способа выбраться из этого положения. Нет свободного времени, не будем изучать, не будем изучать, еще меньше будет свободного времени. Потому что без хорошей науки, хорошей знаний, хорошей подготовки не может быть выигрышной борьбы. Ни экономической, ни политической, ни идеологической. И будут сказки про захват власти всякие. Вот поэтому надо настроиться на такое продолжение систематической учебы. И я хотел бы сказать, что мы прекрасно представляем, о чем наши товарищи задумываются, которые крутятся вокруг политики, в идеологической сфере. Они думают, что они в каких-то кружках освоят марксизм. В кружках марксизм освоить. Ну, Сталин бы освоил, да ему и кружок не нужен, он один может освоить. И Маркс освоил марксизм, даже создал Энгельс, Ленин. А что касается освоения в массовом порядке, кружковщина всегда партией, большевистской рассматривалась как некая начальная стадия всякого движения. И на этой стадии можно вступить, сначала собраться два неграмотных человека, или полуграмотных, или совсем безграмотных, и чего-нибудь обсуждать. Ну, поскольку они встречаются и обсуждают, вроде это и неплохо. Но это совершенно несравнимо с тем порядком обучения, который у нас заложен здесь, в Красном университете, фонда рабочей академии, Ленинградского интернета, телевидения и фонда рабочей академии. Здесь речь идет о получении фундаментальных и серьезных знаний, причем на серьезной основе, в единстве всех основных сторон марксизма, источников и составных частей моментов марксизма. И вы прекрасно понимаете, что эти моменты связаны между собой, и одно без другого не только не существует, но и понять их трудно. Потому что экономическая борьба, оторванная от политической, это непонятно что. Это будет постоянное вращение колеса, с движением вниз. Политическая борьба, безэкономическая пустота выливается в политическую трескотню. Скажем, агитация, если не продуманы, не сформулированы лозунги какие-то, агитация – это призыв к немедленному действию. Ничего она не даст. Потому что хорошая газета лучше плохой листовки. Всякая хорошая газета. Поэтому все это увязано между экономической, политической, идеологической. Ну и, конечно, надо изучать и теоретические произведения, потому что без этого никакой идеологической борьбы. Это же как бы вы вооружаетесь пушками, танками, самолетами, а не вы выходите с луком, сражаться с представителями другого класса, как дикари. Ну вот, к счастью, к счастью, марксизм, как идеология рабочего класса, он трудно усваивается представителями буржуазного класса. Они покупают капитал, и листают, и некоторые читают. Но он, поскольку он не выражает их интереса, хотя он для них много полезного содержит. И многие читают, изучают и используют. Но он, тем не менее, тем не менее, таков, что он, конечно, в целом является идейным, теоретическим выражением интереса, и ленинизм, тем более, интересов рабочего класса. И поэтому здесь у нас неравенство с буржуазией. Если мы изучаем, мы, так сказать, выиграем. А буржуазия выиграет, если мы не будем изучать. Вот так обстоит дело. И это та дорога, которую нужно осилить. И осилить ее нужно массово. Вот поэтому я думаю, что вот на том фоне, который мы наблюдаем, вот среди всяких политических, общественных движений, вот Красный университет на сегодняшний день, как вот такая большая гора, которая всех притягивает, никого не отталкивает, и всем может, дает возможность подниматься вверх. И вверх подниматься не ради своих устремлений или, так сказать, карьеристских побуждений и захвата власти, а ради того, чтобы власть была у тех, кто трудится, кто создает материальные блага и кто заинтересован в обеспечении полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Поэтому позвольте мне, так сказать, от коллектива Красного университета, от преподавателей поздравить вас с наступающим Новым годом, который будет годом дальнейшего, более глубокого изучения ленинизма. Спасибо. А вот захват власти и завоевание власти отличаются? Отличаются. На чем лет? Если потому, что вы... Чтобы завоевать власть, вам что надо сделать? Бушин. Примените себе. А? Примените себе. Вот я хотел. Нет. Завоевать власть, нужно создать органы, чтобы будут эту власть уничтожать. Ситуация не получилась. Если вы захватите. Вы не можете захватить. Их вам надо создавать. Не успеем. То есть слово завоевать еще допускает такую трактовку. А захват это просто прийти и забрать. Ну так, это значит вести забрать ту власть, которая может осуществлять только по праве. А вот там вот в целом проще профсоюзного движения в России будет сделать не очень Ну у нас профсоюзное движение в целом крупнее профсоюзное бомбе в разных проектах и суть Поэтому они на сегодняшний день ни за ростов не организуют борьбы в большинстве в Ростове не принимают. Там сидят освободенные профсоюзные работники которые давно уже оторвали билеты на утреннике дают Их очень ничего плохого нет что они билеты на утреннике дают плохо что они заготовки Они с краю билеты еще не делают Ну да Они не делают не организовывают рабочий класс Это связано с тем что скажем руководитель профсоюза его движение вверх не связано с усвоением каких-то знаний с изучением теории практики борьбы Он был за большую зарплату Он не мог получить больше зарплату без них Значит надо всем повысить зарплату Он тогда коллективист то есть коммунист Почему говорят школа коммунистов И вот он стал наконец отуваженным процедурой врач Он смотрит что он может повысить свое устояние и зарплату и без того у него этот коммунизм был не в том что он вообще нас хоть идея надо за то чтобы все улучшились а в том что он хотел свою зарплату повысить а теперь получил возможность повысить очень просто Он свои проблемы решил Я не занимаюсь поэтому многие пишут и говорят о том что надо делать полуосвобожденность двух или трех и вы значит одну профсоюзную ставку которую надо использовать для временного освобождения от постоянной работы основной вы должны использовать сам человек если три освобожденных значит две трети он работает с постоянного станка с председателем вашего профсоюза а внутри он повышает квалификацию профсоюзных свою а освобожденный это значит что он не работает он не работает и он не боится ничего потому что скажем вот сейчас уже закон не защищает лидеров профсоюза которые не освобожденные вообще никак не защищают раньше еще защищал а он вот этот освобожденный он устроен в профсоюзной организации он не подчинен этому они вообще разрушились вы боретесь со своим работодателем у меня свой работодатель у нас корпорация члены освобожденных членов профсоюза и вот эти самые профсоюзы снизу ну вот вы слышали чтобы где-нибудь выступило за повышение зарплат ну зачем они с ума сошли даже и слова не скажут не то чтобы здесь что-то возглавили слова не говорят а скажем если вы возьмете конфедерацию труда это конфедерация там могут быть и такие и хорошие и плохие и такие а что такое конфедерация а никто не выполняет общих решений если вы сейчас считаете что мы все с вами сейчас обрадовали конфедерацию сейчас быстро сейчас и каждый идет и решает куда мы пойдем каждый пойдет к себе домой и все и никто не может вас оставить повернуть туда куда пойти к себе потому что только вот у нас конфедерация конфедерация это не позволяет там польской вот конфедерация два крупнейших объединений единственное можно говорить положительно про федерацию производства россии которая возглавляет даже диспетчеры но она вот сидит и ждет когда появятся нормальные профсоюзные организации внизу не три человека не пять но человек пятьдесят она может туда включиться как-то присоединиться и так далее то есть у нас противоречия такие что оно поражено буржуазной заразой а таких вот профсоюзных организаций внизовых которые были бы вывезены мало и утрачено это опыт утрачено люди которые проводили забастовки причем девяностые годы они еще есть но они уже пожилые очень многие сильно больные а новых вот таких опытных профсоюзных работников которые умели организовать забастовки украины почти в плане есть что не не оживиться в нём вот свою жизнь станет